В Теске заявлено более 20 вопросов. Один из ключевых — внесение изменений в городской бюджет на текущий год. Его доходная часть выросла на 129 миллионов рублей. Пополнить казну удалось за счёт налогов на доходы физических лиц и платежей за аренду земельных участков, за установку НТО и рекламных конструкций. Уже есть чёткое представление, куда направятся дополнительные средства. Часто рассматриваем внесение изменений в бюджет, но те изменения, которые мы рассматривали сегодня, они касаются так называемого исполнения поручений из зелёной папки. Это и ускорение вопроса по выделению земли для многодетных. Это и добавление денег на скос сорной растительности. Это и добавление денег на содержание сетей наружного освещения. Депутаты долго обсуждали эти внесения изменений, поддержали, и сегодня они у нас прошли. После принятия поправок в бюджет депутаты практически единогласно проголосовали за обращение к областным коллегам. Городские парламентарии предлагают внести изменения в региональный закон о пассажирских перевозках. Астраханцы жалуются. В вечернее время трудно сесть на общественный транспорт. Многие маршруты уходят с линии уже в 8 вечера. Депутаты предлагают определить информационный центр. В него будет стекаться информация систем ГЛОНАСС. Частные перевозчики, те, кто не предоставит данные в центр, могут быть привлечены к ответственности. Рассмотрели на заседании и перспективы создания муниципального перевозчика. Администрация города планирует закупить в лизинку предприятия «Волгобас» 20 автобусов среднего класса. Разметить их планируют в бывшем троллейбусном парке. Новыми автобусами город планирует решить транспортные проблемы. После банкротства Астрахань пассажир транса и прихода нового самарского перевозчика «Автомиг» резко сократилось число автобусов, идущих из микрорайона Бабаевского и поселка Киркили. В случае, если эти 20 автобусов будут работать на тех маршруках круговых, которые на комитете обсуждались, максимальная цифра субсидий из городского бюджета может составить 22 миллиона рублей. Это в том случае, если они будут перевозить максимальное количество пассажиров в объеме 4 миллиона человек за год. Для сравнения, содержание 13 троллейбусов в год городу обходилось почти 70 миллионов рублей. Но даже 22 миллиона, которые потребуются на муниципальные автобусы, выделить из бюджета сейчас будет сложно. Прокуратура выявила в предложении администрации нарушение бюджетного кодекса. Полномочия по месту управления по статье первого закона звучат как организация пассажирских перевозок, а не их осуществление. Приобретение автобусов – это есть прямое осуществление пассажирских перевозок. То есть не является прямым полномочием кодом в месту управления. В данном случае можно увеличить изменения в бюджет при условии, что дотация за последние 2 и 3 последних лет не превысили 20%. Мы прекрасно знаем, что дотация у нас больше всего 200%. Поэтому в данном случае принятие решения, в таком виде, в котором предлагает администрация, является прямым противоречием ст. 136, часть 3 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Об этом важно в нашем заключении. Выявила прокуратура в администрации города и нарушение законодательства по противодействию коррупции. Заместитель главы администрации Сержудин Агабеков предоставил в 2015-2016 году неверную декларацию о доходах. Сокрыто более 2 миллионов рублей от продажи акций. Причем первый год были сами акции, второй год были деньги за эти акции. То есть 2015-2016 год. Поэтому я хотел бы услышать от прокуратуры, какие меры, ну или от представителей администрации, какие меры были приняты и на каком этапе это вообще находится сегодня. Сержудин Агабеков обновил декларацию, также ему был вынесен выговор. Только вот какой конфуз. Чиновник сам его подписал, когда исполнял обязанности главы администрации. Еще раз говорю, исполняющий обязанности главы администрации должен справиться, но для этого ответственности другая должна справиться, соответствующая глава администрации. Прокуратуру города данное решение не устроило. Еще поясню, что на специальной прокуратуре области находится проект из прокурора города обрезанное данное решение администрации на закон. К обсуждению заседания депутаты вернутся уже через неделю. Тогда же заслушают отчет за 17-й год главы администрации Олега Полумордвинова. Этот вопрос значился в повестке сегодня. Ввиду отсутствия Олега Полумордвинова, он сейчас в командировке, отчитаться должен был заместитель главы Сержудин Агабеков. Но такой вариант депутатов не устроил. Поэтому заслушивание отчета перенесли на 19 июля. Жанна Алиева, Вадим Атасов, Центр новостей.